На шаг ближе к космосу. Более 200 специалистов из 40 регионов встретились с Ауран на форуме «Космос для людей. Главные вопросы в мире цифровых технологий». Открытием молодежного форума «Слёд добровольцев-2024» в Черкесске. Почему волонтерское движение с каждым годом становится все популярнее? Более 400 деликатов в Черкесске приняли участие на пятом сети общественной организации «Карачай-Алан-Халк». Главные задачи и перспективы на ближайший год. Установлены дружеские связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. Кизилюртовские и Хабетские районы стали побратимыми. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» вести Карачаева-Черкесия в студии Майя Хамдохова. В Карачаево-Черкесии дан старт федеральному цифровому форуму «Космос для людей», который проходит в поселке Нижний Архыз на территории специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. На форум собрались ведущие эксперты и представители исполнительных органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса. В рамках программы форума «Космос для людей» были запланированы стратегические сессии о применении космических технологий в реальной жизни. Круглые столы с обсуждением новейших достижений. Образовательные научные проекты о космосе для детей и молодежи. Эксперты из нескольких десятков регионов обсудили, какие высокие технологии и космические исследования способны улучшить жизнь каждого. Все они убеждены, что для обеспечения высокого качества подготовки специалистов необходимо объединить усилия вузов, государственных органов и бизнес-сообщества. А реализация инновационных решений для развития космических цифровых технологий способна менять будущее России. Идея форума принадлежит Рашиду Борисбиевичу. И на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ была представлена концепция форума министру цифрового развития связей и массовых коммуникаций Максуту Игоревичу Шадаеву, который в целом концепцию одобрил. И вот спустя небольшое время этот форум здесь и он стал реальностью. Хочется поблагодарить всех. Вот вы знаете, уже сегодня я посчитал более 30 регионов со всей страны присутствуют на этом прекрасном мероприятии. В КЧГО имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы укреплений этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа Российской Федерации». Данное научное мероприятие было организовано Министерством по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики совместно с университетом. Подробности в материале Алихана Лепшокова. В течение нескольких дней ведущие ученые, эксперты, представители научного сообщества, государственных органов власти, а также студенты и аспиранты со всей страны рассмотрели широкий спектр тем, актуальных для современного российского общества. В ходе конференции были подняты вопросы исторических корней становления многонационального российского государства, проблем сохранения этнокультурного и языкового разнообразия и роли традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности. «Мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать проблемы, связанные с идентичностью, и попытаться нащупать те механизмы, которые способствовали бы усилению вот этой самой общегражданской идентичности. Я посвятил свой доклад одному из аспектов. Я посвятил свой доклад кризису идентичности у мусульманской молодежи и вообще попытался сконцентрироваться на проблеме молодежи». Собравшиеся в ходе конференции отмечали важность учитывать хороший опыт прошлого в формировании культуры взаимопомощи в обществе. В нынешнее время очень важно сохранить наше единство и консолидацию общества вокруг традиционных ценностей, отмечали участники научного форума. «Наши бабушки, дедушки, папа и мама до сих пор с большим критиками гордостью вспоминают о том, как они были консольцами, пионерами, как в составе этих молодежных движений они делали добрые дела и запоминающиеся для них сами в первую очередь. «Только не и того комсомола уже нет, но есть немало серьезных молодежных движений в России на сегодняшний день, которые позволят направить эту энергию и энтузиазм на благостранение». Это мероприятие определило, что формирование единой гражданской идентичности – это не просто задача государственных органов, но задача каждого гражданина. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Добрые и отзывчивые, готовые помогать другим и делать мир лучше. В Черкесске в Государственной филармонии состоялось торжественное открытие молодежного форума «Слет добровольцев СКФО-2024». Для его участников организовали яркую концертную программу. Было сказано много слов о важности и особом смысле добровольчества в современном мире. Духом добра и взаимопомощи зарядилась и наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит тему. В нашей стране более миллиона официально зарегистрированных добровольцев. Это большая цифра, большая сила и большие дела, которые делают неравнодушные люди. Они находят время, несмотря на сложности, для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в этой помощи. Волонтерское движение имеет поддержку на самом высоком уровне. Вовлечены в деятельность большое количество людей на Северном Кавказе. Поэтому форум «Слет добровольцев СКФО-2024» уже имеет популярность. Волонтерство, добровольство является неотъемлемой составляющей не только отрасли молодежной политики, но и всех отраслей любого из субъектов нашей большой Родины, Российской Федерации. В отрасли молодежной политики в особенности, потому что ни одно наше мероприятие окружного, районного, всероссийского, регионального значения не проходит без вас, добровольцев. Я с огромным удовольствием вам выращаю свою благодарность. В системе государственной молодежной политики добровольчество является одним из ключевых, было сказано в обращении ко всем участникам форума «Слет добровольцев СКФО-2024». «Хочется пожелать вам плодотворной работы в рамках форума. Я желаю, что в форуме принимают участие представители всех субъектов СКФО-2024. Обменяйтесь опытом, изучите лучшие практики друг друга. Вместе, коллективным умом, коллективным разумом, пускай у вас появятся новые идеи, новые проекты, которые будут осуществляться для развития добровольчества в нашей стране и в Северо-Павказском федеральном округе». Основной целью слёта служит продолжение и развитие добровольчества в области чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операций. «У нас МЧС в целом очень сильно даёт такой толчок и по взаимодействию именно с добровольцами. У нас богатейший опыт привлечения добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин, просто добровольцев по различным сперам деятельности. Это и оказание помощи, и спасение, эвакуация людей, поиск людей. Очень большой спектр на самом деле охватывает именно добровольство». «Слёт добровольцев» стал настоящим праздником единения и солидарности. Для его участников подготовили обширную программу. В неё включены теоретические и практические занятия, направленные на развитие навыков и обмена опытом. Но пока волонтёры слёта вдохновились концертными номерами. Выступления музыкантов отразили дух добровольного движения. Десятки молодых участников форума понимают, что вместе могут достичь гораздо большего, чем поодиночке. «Я приехала из города Пятигорск. Я в добровольческом движении уже два года, как поступила в колледж. Выступаю как волонтёр, помогаем людям. Мероприятие нам очень понравилось, яркое, запоминающееся. Были уважаемые люди, дали напутствие нам. Были очень красивые танцы, очень гостеприимная республика». «Я впервые участвую на форуме волонтёрства. Волонтёрство в нашей стране – это очень важная роль, в которой должны участвовать все люди. Они должны помогать». Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести Корчаева, Черкесия. В Черкесске прошёл пятый отчётно-выборный съезд республиканской общественной организации «Карачай-Алан-Халк». В нём приняли участие более 400 делегатов о проделанной работе и планах на перспективу в материале Ахмата Халкечева. Открыли мероприятие гимнами страны и региона. Затем исполняющий обязанности муфтия республики Мухаммад Хаджи Эркенов провёл обряд дуа. Дальше, предваряя рабочую часть съезда, внимание собравшихся предложили информационно-документальный фильм о деятельности «Карачай-Алан-Халк» под авторством нашей коллеги Зумрат Халкечевой. От имени главы Карачаевой Черкесии Рашида Темрезова участников поприветствовал вице-премьер республиканского правительства Дагирс Маккуев. «Карачай-Алан-Халк» с момента своего создания занимает важное место в общественно-политической жизни Карачаевой Черкесской республики. И зарекомендовала себя как авторитетная организация, которая ставит во главу сохранение культурного и исторического наследия карачаевского народа. Работа «Карача-Алан-Халк» направлена на укрепление гражданского мира и согласия. 12 лет назад пять карачаевских общественно-национальных объединений приняли решение консолидировать свои усилия в деле защиты законных интересов карачаевского народа. Так, в новейшей истории нашего региона появилась одна из самых многочисленных общественных организаций «Карачай-Алан-Халк». Все эти годы бессменным руководителем организации являлся Руслан Кусеевич Хабов, который на этом съезде по личным причинам попросил делегатов освободить его от занимаемого поста. Удовлетворив прошение первого председателя, участники съезда новым руководителям единогласно избрали Хасана Хубеева. Кандидатура была предложена членами Совета старейшим самой организации. Заверил и заверяю, что буду всегда руководствоваться и с резолюцией съезда, и руководствоваться тем, что свято чтит и межнациональные, и межконфессиональные все отношения нашей прекрасной республики. Мы в Совете будем делать направление, направление культуры, направление здравоохранения, направление работы с молодежью. Все стороны будут актуальны. Делегаты съезда помимо детального анализа отчетного периода обновили состав Центрального Совета, руководство управленческих структур, а также избрали нового председателя Совета старейшим Карачай Алан Халк. Организация живет, работает. Считаю, что работает неплохо, без своей недостатки, которая преодолима. Очередной съезд на ближайшие три года выбрал новый состав Совета, который будет заниматься проблемами народа и Карачая, и Карачаева-Черкесия в целом. Думаю, от деятельности общественной организации только для общества республики будет положительный эффект. В завершении съезд принял резолюцию, в которой обозначены основные направления деятельности на ближайшие три года. Именно на этот срок избраны все управленческие органы организации. В числе приоритетных определены развитие образования, поддержка культурных инициатив, а также стратегия популяризации изучения истории карачаевского народа и сохранения карачаевского языка. Ахмад Халкичев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии отпраздновали столетия села Спарта Адегихабльского района. Поздравить жителей прибыли представители республиканской и районной властей, общественных и религиозных организаций, выходцы из села, которые сейчас проживают за пределами региона и страны. В рамках праздничного торжества делегация почетных гостей возложила цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Посетили национальное подворье теплородного очага, где были представлены национальные блюда кухни народов, проживающих в Спарте. А с историей становления и развития села можно было познакомиться на выставке работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Самых активных жителей Спарты наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд и вклад в его развитие. Подарком для жителей стал юбилейный патриотический концерт Представители Федеральной национальной культурной автономии греков России подарили храму Святой Троицы села Спарты икону Иверской Божьей Матери, написанной на Святой горе Афон. А греческое общество Прометтея города Владикавказа – икону Божьей Матери Святой горы Афон. Сотрудники отдела ЗАГС от Гехабльского района вручили семейным парам, прожившим вместе полвека и более, поздравительные адреса и памятные подарки. На днях между Кизилюртовским районом Республики Дагестан и Хабетским районом Карачаева-Черкесии был подписан договор о побратимских связях. Делегация из нашей республики получила специальное приглашение на празднование 80-летия со дня образования Братского района благодаря инициативе представителя правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомеда Магомедова. Какие исторические события давних лет легли в основу крепкой дружбы между побратимами, узнавала Фатима Даурова. Жителей Дагестана постигло стихийное бедствие. Восьмибальный подземный толчок принес много бед республики. Из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Ташкента и других городов идут сюда грузы. Вся страна пришла на помощь Дагестану. Среди них были и жители Хабетского района, обычные рабочие люди, строители, которые по зову сердца приехали помочь Братскому Дагестану, отстраивать разрушенные дома, государственные здания. В 1971 году их руками была построена совершенно новая школа на 640 ученических мест в селе Комсомольское Кизилюртовского района. В этом году ей исполнилось 53 года. Встретили гостей из Карачаева-Черкесии во дворе той самой школы хлебом и солью, провели экскурсию по ней, показали школьный музей. В делегацию входило 11 человек. Из 11 человек двое непосредственно их отцы принимали участие в строительстве этой школы. Это отец Киатова Асламбека Кахун и отец Изавова Адамиргана Адам. Гостеприимная Братская Республика подчевала гостей из Карачаева-Черкесии национальными блюдами народов Дагестана. Разнообразная культурно насыщенная программа, представленная хозяевами торжества, оставила в сердцах и памяти приглашенных приятные воспоминания, связанные с яркими и теплыми моментами встречи. Спасибо большое за гостеприимство от лица руководства республики и от лица всех жителей Хаббетского района, от лица Рашида Березбеевича Тимрезова. Хочется поздравить вас с юбилеем. Желать всего самого хорошего, благополучия, чтобы ваш район только процветал. Вот представляете, после 17-14 мая 70-го года построенная школа в 72-м, по-моему, ее сдали. Дедами, отцами вот этих людей, которые сегодня сюда приехали, с Хаббетского района, а тогда весь Советский Союз помогал деду. Эта школа функционировала до сегодняшнего дня. В торжественной обстановке был подписан договор соглашения об обратимских связях между Хаббетским и Кизлоюртовским районами. Он предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Фундамент наших отношений, наверное, закладывался в 71-м году. Но я думаю, что мы заложили нашей поездкой первый кирпич дальнейших наших взаимодействий. Мы планируем, чтобы в числе первый раз 10-15 детей из Дагестана, из Кизлоюртовского района, с поселка Комсомольска, они к нам приехали. И мы вместе с нашими детьми произвели какой-нибудь санаторий, чтобы они обменялись опытом, какими-то знаниями. И в последующем и наши дети уже поедут туда, в Дагестан. Побратимство как явление берет истоки в душевном порыве простых граждан. Как у тех, кто когда-то ринулся на зов помощи и благодаря которым народная дипломатия развивается, взращивая между людьми доверие и взаимное уважение. Хатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаева, Черкесия. Боксеры Карачаева, Черкесии Амин Алакаев и Али Баташев проходят подготовку к чемпионату России по боксу в центре прогресса бокса города Москвы. Напомню, что Амин Алакаев и Али Баташев являются чемпионами СКФО среди мужчин. В Грозном они завоевали путевки на чемпионат России по боксу, который пройдет в октябре в Иркутске. Сейчас мы проходим подготовку на чемпионат России по боксу среди мужчин 12-40 лет. Поксеры, которые были в городе Москвы в центре прогресса бокса. Тренера Альберт Шухурович Муталибов и Педуриев Али Магомедович. Сегодняшний гость нашей программы ветеринарный врач Руслан Батчаев расскажет о новшествах ветеринарной науки, о ветеринарных специальностях и о многом другом. С ним встретилась Белла Джозаева. Продолжение следует...